Мы садились друг напротив друга, пили спиртное и должны были показать, кто он на самом деле есть. Это было определялось, что отсюда началась культура. Потому что когда человек мог скрыть, кто он на самом деле, кого он попивал, было видно, кто он такой. Вот они все вместе, и это было обязательно. То есть это был важный ритуал, все проходили через это, и все должны были знать. То есть все секреты выходили в тот момент. Да, и еще важный деталь, которая почему-то не подмечена всеми остальными. Я заметил, что перед тем, как обычно, если вы видите козлиные изображения Дениса и его света, все козлиные образы. И козлины-то нашли в этой могиле рядом, то есть перенесенного козлины. На самом деле, в то время, как козлина была греческая козлина, до этого еще не были греки, и вот изображение начинается с собаки, то есть собака была первым символом вина. Вот там нашли такую, в этой книге, ее изображение, там изображение собаки. Опять же, я хочу возвращаться сейчас в лингвистике и показать вам, что одно понятие имеет фразы на изучении. Сейчас мы называем его Днестр. В самом деле, его разбивает сам Донат Истер. То есть Истер. Какой потери оттенков. Вам трудно и Эстер, или Истер. Это, конечно, Истер. Причем, как вы обратите внимание, все, что здесь находилось, это и Нижний Днестр. Все, о чем мы говорим сейчас, где эти находки, это не откуда-то. Вот именно на Нижний Днестре, Олнеште, Паланка, Белый Рениструс, то есть Истер, Итб, Тикен, то есть Эдемер. То есть это Нижний Днестр. Я вернусь к этому важной детали, потому что именно Нижний Днестр назывался в свое время Ист. Низ. Низ. Я сейчас говорю не об этом, я говорю о том, что, во-первых, это где-то люди, то есть эксперты могут подтвердить, что вот этот вот кусочек Ленин найден был давным-давно, и вот эти все территории. Правда, мы найдем на севере, где еще, по-моему, Нижний Днестр, так? Это Сорокская? Я только в этом поговорил, но и в Брунзе. Брунзе. То есть, нашли вот этот вот район. Нижний Днестр, на самом деле, это регион, начиная вот отсюда, от Дуная. Дуная, и Дуная, кстати, имеет два названия, но Дуная, и Истра, это нижняя часть. Именно нижняя часть, она очень похожа с составом названия Нижний Днестр. Они как Роскопрацтные. Кстати, он говорит о том, что эта территория, как бы, язык был один. То есть вот эта вот румынская территория и до верха, до Цыпова считается географическим, все что ниже Цыпова, до нижней Днестр. И вот, как видите, я тут, я не нашел фотографию, вот, у меня поправят, значит, это не дикий виноград, вернее, он одичавший, он бывший культурный, но он выглядит примерно так вот. Такие, вот это естественно, то, из чего возник, то есть, культурные, то есть, селекции сделали культурный виноград. Он выглядит, он очень горький, кислый, из него румынание сделали. Вот это, вот эта вся территория, там есть карта, в этом самом деле, хорошая карта, где, вот, витязь и эфера, где она находится, где ее, естественно, место пребывания. То есть она, естественно, там растет. Все остальное, вот это тоже сейчас культурная. Ну, может, на Цыпу, то есть, так грубо говоря. Тогда только там оно в городе. Вот это говорит о том, что в Молдове, потому что вот этот кусочек, он гораздо раньше, чем о чем мы говорили. То есть уже существовал виноград, и он настолько хорошо отпечатался, что специалисты в виноделии могут, виноград осеннелел, и могут четко сказать, что это либо это дикий, либо это культурный. То есть уже из чего-то происходит, мы не понимаем, вот как бы мы люди, мы специалисты. Нет, нет, по линку можно определить, что он уже тогда культурный, или нет. А, вон он. А ты про листы, я портреты как-то говорю. Ну, ведь не сериал листы. Вот это есть, тирес опять. И опять вот старо, потом тирес, вы уже говорили, тирес произошло. То есть разозначало, что это большое. Это слово министру означает истру, а и лимбисты определяют, что он какой-то великий, большой. То есть опять же, то есть и последнее совсем непонятное слово Агалинка, потому что это было 300 лет, это название, действовало в Назнестре, и принесли его гермарцы со Скандинавии. И оно вот здесь вот название, вот здесь, внестр, и он опять Агалинка. Здесь самое главное слово, вот это Инг. Инг являлся божеством, крупным божеством и гигантом. Мы знаем по германской мифологии, Инг, его называли Фрейг. Фрейг и Фрейг. То есть это оба близнецы, брат, сестра, они отвечали за плодородие, за все, что они отвечали. Так вот, вот это его старое слово, старое название этого Бога. Нам это известно очень хорошо, и даже в Гумынии нашли гривну кельцкого, то есть это гриванцы, нашли и перевели эти гроны, и написано, что Инду, то есть этого Бога. Кстати, название Инг, Ингланд, это старый Бог, Инг, это оба. До сих пор понятны ли вопросы есть? Понятно. Наверное, ничего не понятно. Вопрос как? Да. Опять же, я повторяюсь, это вот великан и волшебник. Далее, опять же, вспоминая о том, о местной реке, об этом, о большой реке, я бы осуществовал дальше, почему связь вот этого монита, что монита говорит нам о том, что это была далеко известная и они были в мире связь, и что они обменялись, естественно, по всем, чем могли, идеология, технология и так далее. Мы не можем говорить, что это были те же самые люди, потому что это было невозможно. И поэтому я говорю, в Минойске, то есть на Крите, что изображение есть от большой реки, которая появилась весь мир. В Европе была первая карта, в которой было у имена указано, что существовала некая река, потому что мы знали о географии, и думали, что все вокруг нас отображает большая река. И так же в Вавилоне я здесь привез копию такой таблички, это считается одной из первых таблиц карт мира, она называется Матамуде. В 7-7 сотых годах до нашей эры в Вавилоне они кусочек сохранился с вебетета оранжевого донатона. И там кто-либо в том числе это изображение это рисунок с этой таблички. А вы можете пощупать подробно. самое главное здесь на этой табличке почему? Потому что здесь не только эта река указана, но самое главное здесь указаны вот это не написано там в английском это горы. Запомните, что это просто сейчас здесь называется горы. для нас кто-то место вот там где эти горы это очень важно. Здесь я уже повторюсь, что по митологии, что он родился на горе Ниса и он двигал, что он был царем Нисы. На самом деле вот это вот как какие знаки были на табличке которая написана где Ниса делала на этой табличке. Дальше потом его имя было научено на этой табличке. Ферекинт сказал, что это дерево. Это тоже важный вопрос, потому что дерево на самом деле поклоненность дереву в дальнейшем для нас будет иметь значение почему не на дерево а на митушке дерево. В котором написано написано, что в таком постолбце написано, что на букву Н Нис так называется Дио Ниска. А Дио по-гречески назывался Зевск или Дио Бог. Нис Бог Ниска. Вот вы знаете Бог Нис вот этот человек ему объяснял что он делает и это самая важная деталь. Цицерон это выдержку с цицеронной сделал. Вот это Зевс Нисей Зевс также с Валенесей как Валенес они оба имели одно название и даже и даже и вся символика их одинаково он как бы точно копия цена он вынашивает своего сына по какая была история в детстве был очень многолюбчик у него была жена но он влюбился в земную женщину женщина его жена узнала об этом превратилась в старуху пришла к ней и говорит ты знаешь я тут наблюдаю за тобой тут кавалер ходит он говорит врет тебе все ты ему это просто он тебе все здесь врет ты ему знаешь как ты проверишь скажи ему одну фразу я понимаю что ты меня любишь но явись ко мне вовсе сверпись тут это на самом деле внутри он же бог смолния она его попросила сказала все что хочешь выполни одну задачу покажи что это такое он на одно мгновение показал что он такое возникла вспышка семела сгорает семела уже имея в себе плод зевс видит что этот плод еще не сгорел он его хватает и ставит себе в бедре как вы понимаете к чему я веду именно в бедре храмом и вот именно вот этот человек он сказал что слово низ означает храмом мы имеем дело с очень редкими двумя редкими сочетаниями во-первых в одной могиле человек с удлиненными конечностями то есть он длинным был большой во-вторых он неудлинен наркотик он говорит что он был храмов то есть сочетаем то есть статистически сколько может быть людей которые имеют такое вот именно сочетание храмового и длинного то есть объясняю насчет храмового я не могу знать я читал статистику один на три миллиона нельзя пару человек на три миллиона обсуждается таким большим то есть вероятность найти чего другого возможно теоретически возможно где то есть но мы сейчас пока не имеем другой известный человек батон который звали аистоков но все его зовут батона он на самом деле сказал очень важную вещь он сказал о том что поседон является таком угодным в близнеце этого отец у них было много общего они все были связаны с плакой как странно Бог разъявил бог не связан с плакой бог огня не связан с плакой он именно связан молния потому что у них оба они оба имеют проблемы с передвижением он всегда не мог передвигаться сам его вечно иконе его рисуют с ногами конечно но почему то и да самое главное у них палка и палка имеет три зубца значит этот трезубец на самом деле опять с символиком вспоминает ту монету Эвансон там три я исследовал это и нашел что три в то время не означало цифру три оно означало большое то есть ребенок скажет сколько тебе лет ребенку он в качестве три пальца всегда это вот представьте себе сознание человека в то время он много чего не знал и показывал то есть три это не было цифру да а тут обязательно важно именно в этом моменте вы видите что были соответствия в междуречии то есть в месопотаминах этому соответствовал именно бог земли видите он все окружает вокруг мирного река он был богом его звали Энки вот эта табличка который находится в британском музее она и вот эту и а это табличка о мировом потоке и на 104 строке написано в youtube 20 дальше будут картинки история такова что это эпос Гильгамеша у Гильгамеша я уже совсем это заканчиваю у Гильгамеша вот это современное построение Гильгамеш значит был такой высокий человек гигант он значит там долго рассказывать короче он подрался с одним дикарем рогатом волосатым это должен был его убить но в битве они и так подружились они в него очень друзья как долго наказали его за то что он не исполнил свое предназначение и они его умерли Бильгамеш очень долго плакал и один из богов был очень хитрый он ему говорит ты мне говоришь что это ты сказал есть там в том месте очень далеко отсюда на север место где есть такая травма и ты понимаешь но тебе придется ехать далеко там будет океан и ты должен будешь найти остров и в этого острова ты должен глубоко под воду достать эту траву и ты будешь ее обладать поможет ему вот такая картинка изображения он увидел эту траву он встречает этого человека ему говорят что там на том месте живет один человек который вечно живет его зовут вот напиштин и то есть что на современный язык переводится как человек который именит живет и кто тебе все расскажет как найди его он тебе все расскажет что он ему рассказал о твоей истории это табличку надо его музей она находится в британском музее я хочу чтобы ты пояснил что океан это употребление слово океан ну вот на самом деле как я говорил раньше что земля эта земля называлась океан и то понятие было океан сейчас мы знаем что океан ассоциируется естественно что это большое пространство географическое понятие тогда это не было географическим понятием потому что дальше я вам буду рассказывать коротко обойду это далекая суша примерно так скажешь да? да то есть самое главное что это была пресная вода это было много влаги это было плодородие приносящее влагу и вот здесь важный вопрос потому что в соответствии этому в других этих самых я нашел что там произошла специальная ошибка либо случайно это уже трудно погадать на самом деле как чем закончилась история он заснул и ну подползный украл у него эту штуку и он потерял навсегда в предписи мораль всей этой табличкой была в том что вернуть людей к не журавлям в небе а к реолям вещам что люди умирают то есть какая-то мораль была эта табличка Гильгамеш была читается ее датируют в 2800 году примерно в 1600 году сам Гильгамеш существовал такой в списках царей был такой царь Герлиноч реальная вечность он жил на концу усатовского периода вы видели там 36-2800 вот это время когда он там жил но в общем вы правили что есть предположение что этот океан идет в место но я понимаю то есть большая река короче я же понимаю как это было вот он вернулся домой и вот он стал там царем здесь он плавал тут он много деталей это на самом деле последний последний сталь это все что это сделать мы создаем музей и у нас как видите есть что рассказать людям у нас есть хотя это сложная вещь но я не имею талантов объяснять это просто есть смысл я думаю не знаю согласны или нет но я думаю что есть смысл что подумать по этому вопросу еще раз и сделать именно такое чтобы объяснять людям более проще пояснить эту более простую историю но на самом деле происходит большая несправедливость люди ходят по музеям в Британии платят деньги в Молдову никто не приезжает туризм падает эти таблички не имеют никакого отношения в Британии только потому что они там копали и забрали мы не можем претендовать на это но мы можем показать людям о чем там написано а это здесь это вторая табличка это та самая история та самая история о которой у них на табличках идет разговор о нашей территории а почему мы не можем претендовать ну это уже как другой вопрос я бы хотела мы не найдены у нас вторая табличка то что напишите им звали это история каким образом он получил считается что это прообраз Ноэ Великий потоп то есть он спас какого человечества зашел на этот корабль и причалился к земле лингвистически это одно и то есть то есть Ниссир переводится первый человек который когда нашли первый человек перевез его Томпсон он он правильно перевел как Ниссир он сказал что это ни в коем случае не такая не гора а что это гора всегда это не гора это земля и во вторых Геннадий Михайлович 16 век средневековье поздний да вернее уже возрождение там не знаю и не поздний значит средний средний век да значит там кажется что какое-то количество ребят приехало из нижней части Нистра и так называют я бы хотела так в общем-то затянулось немножко хотела бы суммировать не для ученых мужей а вот для просто кто пришел послушать да да основная гипотеза пришедший к ним бог пришли он их Дионис является богом который находился здесь в Нижнем Днестровье в Нижнем Днестре второе что районы где он проживал от черного мы считаем которые Геннадий ограничил эти районы в общем-то одна карта показывает фракет вот наша территория вот это вот Греция эти фракейцы жили везде да фракейцы занимали эту территорию тоже нет существования понятия это фракейский город это Греция ну тут была далее следующий поэт который он хочет показать что могила которая учеными номинуется как могила как могила номер один единичка останки курган курган захоронение захоронение в этом захоронении были останки Диониса